Друзья, всем привет! Меня зовут Ирия Андреев и вы на канале Ушатайка. Думаю, всем, кто следит за ММА, довольно хорошо знакомы бойцы из команды Федора Емельяненко. А вот что касается нынешнего состава тренеров, то все-таки немногие смогут назвать кого-то еще, кроме Александра Мечкова и, собственно, Федора. Ведь в тренерском штабе есть мастер спорта СССР по боксу Сергей Чесников. С Федором он знаком уже 22 года. В документальном фильме «Опка» Федор сказал про него так. «В моей жизни этот человек сыграл огромную роль, поэтому сейчас мы вместе, рядом. Он со мной всегда в парах стоял, меня учил, показывал, подсказывал, разжевывал. Это человек, которому я всегда мог подойти за советом. Сейчас он с ребятами работает. Смотрю, сердце вкладывает, душу вкладывает». С Чесниковым мы встретились в Перми, куда он прилетел секундировать Кирилла Сидельникова, который на турнире Ural FC бился с Фабио Мальдонадо. Чесников не из тех людей, кто любит давать интервью, но все же согласился ответить на несколько вопросов. И это не единственное интервью в этом материале. Перед боем с Сидельниковым я задал несколько вопросов Фабио Мальдонадо про Федора. Если еще не подписаны на ушатайку, не забудьте подписаться. И приятного просмотра. В команде вы примерно с какого года? Ну, я еще с начала образования, как Федор, начинал. Вот так я был вместе. А уже конкретно с командой, наверное, ну, с 17-го года или с 16-го, я уж не помню. То есть я так понимаю, что, наверное, с Федором вы где-то годы с 2000-го? Да, с 2000-го года. Ну, занимались в одном зале, там и познакомились. То есть это в тот самый зал, где еще мозаика на стене, то есть это потому, что он у вас там такой, типа культовый, так скажем. Первый зал, зал бокса был. Ясно. А в 17-м году как вы оказались в команде? Вас Федор позвал или как это все, скажем, выглядел? Мы вместе и тренировались в одном зале. Я так же с ребятами и занимался. Ну, как-то само собой так и получилось. Федор сказал, что когда Федор говорит, нельзя говорить слово «нет». Понятно. Ну, то есть вы сейчас в команде за ударную технику отвечаете, если так можно сказать? Я за ударную и Мечков Александр Васильевич за ударную. Вот у нас два ударника и двое борцов. Это Самойлов Дмитрий и Дневзоров Алексей, которые по борьбе. Как вы с Федором познакомились? Ну, то есть вы сказали, что вы тренировались в одном зале. Я думаю, что оттуда пришел именно потянуть ударную технику, когда решил перейти в смешанное единоборство. Или как было дело? Ну, я просто закончил уже заниматься. Пришел как-то, посмотрел, Федор там в зале. Да, он пришел, когда решил перейти в единоборство. Ну, и время от времени приходил в зал, так и познакомились. Он вспоминал, что вы в парах прям очень много стояли. В том самом фильме, в документальном. Хотел побить его. Вы хотел? Да, но не получилось. Вот вспомните ваш первый спарринг. То есть как вот это было вообще? Да их было столько много, что... Я его, честно говоря, не помню. Боксер-то, ну, как-то, ну, знаете, обидно, так скажем, или нет? Ну, хотя у вас, конечно, разница в выросле, я понимаю, но тем не менее. Ну, тем не менее, это и было. Ага. Что, кто такой ты? Да, ты борец. Тот, который ты не видишь. Ага. Он бил так быстро, что откуда угодно мог ударить. Он же так же стоял и с Михаилом Галом, и с Денисом Лебедевым в парах стали. И стоял на равных, хотя они международники были. Ну, извините, ну, как бы про Дениса это всем понятно, но и Галла это же тоже отличный боксер-то был все время. Галла Михаил, он чемпион Европы по мужикам был. Вместе с ними стоял, стоял на равных, ничем не уступал. Так что у него хорошая была закалка, хорошая школа у Федора. То есть это вы месяц уже тогда, даже в начале нулевых он уже с ними в парах стоял? Стоял, тогда и начинал, терпел, и пропускал, и терпел. Но, тем не менее, он быстро очень впитывал в себя все. То есть, если сегодня он чуть-чуть проиграл, то буквально через неделю уже трудно было сказать, что он проигрывает. Да, да, даже так. Ну да, у него же есть вот это то, что... У него природное чувство дистанции. Вот он чувствовал, на какой дистанции ему надо быть. Когда подойти, когда отскочить, когда защититься, отклониться, угнуться. Ведь, как таковое, у него такой стойки нет, чтобы у него было все закрыто. Ну да. Но он практически не пропускал. Даже в своих первых спаррингах, то есть? Ну, в том-то и дело, что у него была скорость, хорошая скорость. А Александр, его помните именно как? Он же наверняка тоже посещал этот зал боксерский. Ну, про Александр давайте не будем. Не будем, да? Не будем. Ну, хорошо. Когда вот вы почувствовали, что Федор реально растет, прям, как на дрожжах, как боец? Ну, когда упал от него, вот тогда я понял, что хватит. Так, ясненько. Что он вам сказал? Ничего он не сказал, он просто меня ударил по ребрам и все. А вам сколько лет тогда было, кстати говоря, получается? Ну, у нас разница 12 лет. То есть вы 64-го? Да. Ясно. Он не жалел. Ну, это... Но он никого не жалел. Ну, это же принцип у него, то есть, что если ты работаешь в спарринге, то работать надо. Ну, то есть, в бою тебя никто не пожалеет одним словом? Ну, вот он не жалел никого. Но его никто не жалел. А вы с ним на бои же не ездили, по-моему? То есть... Ну, я был в Америке с ним. Или было дело? Был. Ездили, да? То есть это на какой поединок? Да, это когда первый раз он проиграл. Вот я тогда и поехал. С Вердумом, значит? С Вердумом, да. Второй раз я поехал, когда он проиграл с Сильбе. Так, и после этого вас Федор не стал брать с собой? После этого мне сказали, что я не фартурный. Все ясненько. То есть мы вас, в общем, на бое Федор... Ну, подождите, а вы зато были на бое с Тимом Димати Джонсоном? Нет, я был на бое с Мальдонадо. Так. Тоже. Но это был, конечно... Это был тренингер вообще жизни. Ну, в этом бою Федор показал всему нашему поколению бойцов простую пословицу. Никогда не сдавайся. Просто никогда не сдавайся. Победить можно в самом тяжелом моменте. Вот это он показал всем. Что как бы тяжело ни было, если идешь в свои цели, ты ее дойдешь. Это хороший пример. Вы могли бы вообще тот бой смотреть? То есть не хотелось просто отвернуться и... И не смотреть, одним словом. Ну, я не буду рассказывать, как я его смотрел, но... Это было непросто. Ну, это... А вы в углу тогда были? Или просто в зале были? Нет, нет. Мы... Приехало у нас много, много людей. Мы сидели в зале. В углу тогда находился Воронов и Мичков. Вот именно рефери. А вся остальная команда выходила вместе с ним, но сидела за клеткой. Сейчас с Федором вы часто работаете? Ну, хотя бы там, лапы там, допустим, поддержать или там еще что-то? Нет, с Федором я сейчас не работаю. Федор приезжает к нам, когда готовимся на соревнованиях, когда помогает ребятам, подсказывает, сам проводит мастер-классы, тренировки, все разжевывает, все объясняет, хотя они уже все и шестикратный чемпион мира сидельников, и немков, четырехкратный чемпион мира, и молдавский двукратный. Ну, ошибок миллион. Миллион? Миллион, да. Ну, вот, например, сможете что-то вот такое вот, какой-то пример привести из этого миллиона ошибок, что там бросается в глаза, допустим? Это бросается все. Только Федор заходит в зал, и все. И он сразу находит много неправильно билд, неправильно то, все разжевывает, все объясняет, все показывает, все исправляет. Сейчас у нас, наверное, все теперь ждут повторного боя между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Как теперь будет строиться подготовка? Уже есть какой-то план продуманный? Или пока еще все это в разработке находится? Ну, пока нам надо знать конкретно, когда этот будет назначен бой. А потом будем решать. Но это зависит от Вадима, где он захочет тренироваться. Может в горах, может в Среднегорье, может дома. Где он захочет, там и мы будем готовиться. План у нас предварительный есть. Я думаю, что менять в нем особо ничего не надо. Просто нужно корректировать, четко знать сроки, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Готовились на один срок, перенесли на другой, потом на третий. И парень находился в постоянной форме, 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 а долго в форме находиться тоже тяжело. Поэтому и... И перезагрузка. Чуть-чуть произошло больше, чем надо. Ну, предварительный план, это то есть, я так понимаю, что какая-то часть в Старом Аскоре, какая-то часть, наверное, в Тесловодске, то есть, где уже там высокогорье, в общем. Естественно. Может высокогорье на Чигете, может среднегорье. Это от Вадима Завис. Где он себя лучше чувствует во время подготовки, и там мы и будем проводить сборы. Вы тот тренер, который постоянно присутствует в углу Григория Пономарева. То есть, вы с ним, ну, можно сказать, что вы с ним всегда, наверное, на всех боях в Файтнайдс, если я не ошибаюсь, были. Ну, и там, причем, и состав угла-то не широкий, то есть, это только вы, ну, и жена там просто рядом сидела, так скажем, поддерживала. Как думаете, почему Григорий проигрывает решающие бои? Что вот, чего не хватает? Ну, я был всего на одном бою, где Григорий проиграл. Но я считаю, что проиграл он не по своей вине. Это было неправильное судейство рефери в ринге. Это ему очень большой минус, что он поднял. Сейчас, конечно, он оправдывается, что он так посчитал, что Григорий не работал. Но это все слова. Прекрасно понимаете, что если бы Григорий был внизу, а противник бы сидел сверху и ничего бы не делал, рефери бы его не поднял. Так что здесь это на совести рефери. Если бы Григория не подняли, возможно, бой бы и закончился. Но в любом случае, он впоследствии все-таки пропустил этот удар, пропустил, упал. Что нужно сделать, чтобы больше такого не было? В общем, именно в случае с Григорием. Ну, Григорий хороший, жесткий. Нужно, чтобы было правильное судейство. Это прежде всего. А что касается, так скажем, техника тактической части, что касается выносливости, там вот именно таких, именно бойцовских моментов. Ну, он сам крупный. Поэтому тяжело с такой бассой. Ну, сейчас над этим работаем. Он бегает кроссики, занимается функционалкой. Это все идет по нарастающей. Следующий бой себя покажет. Вообще приятно с ним работать? Ну, он же такой сам по себе эмоциональный парень. У нас ребята все хорошие. Я не могу сказать, что с кем-то было бы неприятно работать. У нас дружный коллектив, хорошие пацаны. Все знают, зачем они приходят в зал, что им надо, знают. Поэтому приятно работать со всеми. Таким образом, большинством сургейских голосов победу одержал и вы победите по нарастающему сургейских голосов. Шоу-дор! Вы будете драться с хорошим другом Федора и Емельяненко, понятное дело, что в эти дни все вспоминают ваш бой с ним в 2016 году. Вот расскажите, что вы делали сразу после окончания поединка? То есть вы пришли в раздевалку, как вы себя берите? Может быть, досады по двери ударили, какие были ваши эмоции? Я об этом гранат, я благодарен, что я впервые разуме зарабатывал. Я еще раз свернулся на Москву и, после войны, когда я ел high, и я один из вход в городе, Когда я был в дом, в этой комнате, я был в городе. Я была в городе, в городе, и я был в школе, и я в дорогу и в шляпе. Я брал анонсоциал, и они... И мы были в городе, и у меня, и у меня были, и у меня были, и они спрашивают, и я кучу. Я очень рад и счастливый, с революцией. Я очень рад и счастливым, что они получили меня. Это не есть деньги, но я очень рад. Я очень рад и счастливым с этим, что все это происходит. Я знаю, кто я ищу, я иду. Но я иду, Ты на этот уровень, ты на этот уровень. Это много отличий. Я только был на ночь хорошенький. Вы считаете себя победителем твоего боя? Вы считаете, что вы победили? Да. Я победил первый раунд. Первый раунд выиграл. 10-8. 10-8. На втором раунд выиграл 10-9. На втором раунд выиграл 10-9. Опишите силу удара Федора именно в начале поединка, то есть когда он обрушил свою серию многоударную на вас. Я очень, очень сильно. Он сразу пошел, через 20 секунд первого раунда. Я был очень концентрентом и защищал на противоположные игры. И я был в начале поединка. Это было такое бриц в начале поединка. Это было не то, что я требовал. Я требовал мне тачку. Я требовал мне тачку. Я требовал, чтобы я вдохну, как я использовал. Я следовал. Я не считаю на это. Я тренировал для этого, и я наконец-то тренировал на счастье. Но я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я концентрировал на счастье, чтобы меня защищать. Вскоре Андерсеном, еще кого из своих соперников вы ставите на первое место? Все, кто говорит о силе, я говорю о силе. Первое, если выделить. Первое, что Глобер Тащера, затем... Глобер Тащера, затем... Но все-таки Федор первый. Что касается поединка со Стипи, как бы вы охарактеризовали его стиль? Почему вы ему тогда проиграли? Не по-какому Стипи. Я думаю, что я не спрежал в Стипи. Я думаю, что я не спрежал. Я думаю, что это было легко. Я был очень... Бы месяцнеbig отчая заikan, потому что я был боли нескольким производом. Я бил меня странным любовью. Болла машиной вну amb政治, Я переехал много чрезвычайцев вoubtки с геновиланзи. Геновилань – геновилань он был очень большой. Он был相 fundом на emphasized 200 поколshow, И я должен был быть в таком месте, как я делал для меня, против меня. Я должен был делать, чтобы было делать, чтобы мы были в таком месте. Но это не просто, если мы не тренируем, то мы делаем. И случаются очень разные вещи. В чем феномен Иржи Пархаски, который сейчас стал чемпионом UFC, вы с ним бились, Иржи достаточно быстро тогда выиграл, такой необычный боец с необычным стилем, как мне кажется? Я думаю, что он очень сильно играл, я не могу сказать, я не был в большой фазе, это было очень тяжело, но я думаю, что он очень интересен в его реванте против Голова. Я думаю, что Голова будет победителем.